еще один момент который мы с вами рассмотрим это все таки перемещение по воде то есть мы с вами сейчас заново начнем у нас есть там который покупает лодочку садиться в нее как мы помним при посадке в лодку тратятся все шаги и допустим он хочет высадиться на другом берегу или на этом же да а мы не хотим чтобы он высадился и у нас островок маленький для этого ионе будет достаточно стать где-нибудь на краю и начать в общем-то окапываться то есть просто проводить раскопки тот герой у нас например начинает где-то плавать в это время там исследовать территории вокруг а иона у нас начинает просто окапывать берег это один из таких серьезных моментов которые в принципе отбивают желание играть на картах на которых присутствует вода тоже становимся в общем-то к возможности копать и она у нас например копает еще раз и смотрите какая особенность у этого героя смотрите он может высаживаться на любой территории совершенно спокойно но высаживаться на клетках где у нас уже окоп она он не может видите здесь везде якорь как только доходим до тех клеток где у нас вырыта так скажем нора как здесь названо в переводе мы не можем высадиться поэтому если вы полностью свой остров так окопаете и к вам не будет никаких порталов вести то это все это автоматически патовая ситуация вы свели партию к ничьей и продолжение будет невозможным это будет просто бесконечная партия также еще одной неприятной особенностью игры с водой является то что ну плавать то вы плаваете нормально но когда вы садитесь в лодку вы тратите все шаги сразу и когда встаете с лодки тоже вы тратите все шаги сразу это жутко и жутко замедляет игру по сути просто сесть в лодку отдали один день встать с лодки еще один день ну и сколько дней вы там до этого плавали это очень и очень медленно несомненно еще один довольно интересный момент связан с путешествиями через вот такие вот водовороты дело в том что там тоже есть свои особенности если вы не знали то при посещении этих водоворотов с вас берут определенную цену и эта цена довольно таки уникальная давайте пускай исра передать сюда тоже армию и допустим на гашу нужно будет заехать в этот водоворот но для того чтобы заехать в водоворот у вас будет проверяться самый слабый стек и половина этого самого слабого стека она будет потеряна поэтому если вы не хотите чтобы вот если вы вот так вот заедете то в зависимости от того какой стек посчитается более слабым вы потеряете либо 5 зомби либо 24 скелета мы можем с вами даже здесь на всякий случай сохранится почему бы и нет и смотрите вот сейчас мы воины падают за борт смотрите мы потеряли 5 зомби именно это и было нашей ценой если мы еще раз то теряем 3 зомби то есть округляется в большую сторону должны были забрать два с половиной зомби в итоге забрали 3 такая цена понятное дело довольно таки дорогая а ведь у вас могут быть более серьезные существа и не хотелось бы потерять именно их так ведь давайте посмотрим что же можно придумать чтобы пользоваться этим водоворотами не терять столько армии выход в общем-то я думаю некоторые из вас уже поняли он очень прост все что вам нужно сделать это вам нужно сделать какой-нибудь вот такой вот стек виде единички скелета например или двоечки и и при посещении этого водоворота у вас просто выкидывают эту единичку видите еще раз можем сделать единичку пробел все это единичка теряется справа таким образом с минимальными потерями можно путешествовать через такие водовороты ваш соперник будет терять много армии а вы нет и будете к нему довольно быстро и удобно перемещаться и